Жители дома номер 4А по улице Стасова каждый раз, выходя на улицу, вынуждены оглядываться. Все дело в том, что уже на протяжении многих лет в их дворе живет свора собак. Порой их количество достигает 17 особей, по словам арчан, довольно агрессивных. У нас огромная проблема со стаями собак, которые считают, что это их территория, и живут здесь, и ее охраняют. Расскажите, как давно это все началось? Эта проблема достаточно давняя, потому что у нас рядом находится стоянка, где их прикармливают. Были какие-то домашние собаки на этой стоянке жили. Их абсолютно всех стерилизовали и чипировали. То есть в рамках закона с ними сделали все, что можно. Но при этом их вернули обратно, и кусаться они от того, что их чипировали и стерилизовали, не перестали. Казалось бы, решение проблемы довольно простое. Перестать прикармливать мохнатых, но нет. Здесь открывается вторая сторона медали. Если собак не кормить, то они становятся еще злее, говорят местные. Потому что если их не кормить, они по всему двору, они засорделись. В прошлом году мы писали, и в этом году писали, чтобы забрали наших собак на стерилизацию, кастрацию. Забрали четверых, трех нам вернули, правда. Но остались пять кутят. Я им говорю, когда приезжали эти кураторы, которые забирали собак, я говорю, заберите эти кутят. Они говорят, они еще маленькие. Эти кутяты с прошлого года, они уже выросли. Они рожают правильно, их увеличилось. Еще одна проблема Арчаны в том, что по ночам собаки лают и не дают спать. А на людей нападают вне зависимости от времени суток. Ну, это происходит практически каждый день. Ну, то есть, условно, они охраняют не только территорию перед нашим домом. У нас и сзади они территорию тоже охраняют. У меня окна спальни выходят на ту сторону. И периодически ты ночью просто просыпаешься от криков людей и огромного лая собак, потому что они в очередной раз на кого-то накинулись. Жители дома номер 4А по улице Стасова оказались в тупике, потому как с точки зрения закона с собаками сделали все возможное. Более жесткие меры к бездомным животным принимаются только в исключительных случаях. Анна Поначева, Илья Борисов, служба информации ТРК «Евразия». Продолжение следует...